И снова здравствуйте, всем привет! Итак, давайте переделаем гирокоптер, вот этот рик, под сложную анимацию теперь. И повторим анимацию, которая находится именно в Dota 2. Погнали! Так, настройку пропеллера я всё это дело пока оставлю. Выбираем, значит, рик. Первым делом я опять... А, кстати, я персонажу вставил глаза, вставил зубы. Короче, здесь всё уже поднастроено, под анимацию. Единственное, что очки переделать, там они другие оказываются. Так, это значит, ас, н-панель, скринка с кей. Так, и погнали! Так, вот это пока, перешив тоже скрыть, Это значит, ас, английская, чтобы не мешало. Переключимся вот в такой вид, переключимся на рендом, чтобы глаз не мозолило, не напрягало глаза. Теперь выбираем рик, выбираем edit mode, и нужно тут немножко всё попеределать. Так, единица на нампаде. Что делаем? Удаляем, значит, тволы, кости. Вот эти вот. Delete mode. Так, следом, делим вот эту косточку на, так, на две сабдивизии. И вот эту кость, тройка на нампаде G, подставляем к нашему двигателю, вот к этому. Почему? Потому что он, оказывается, должен крутиться. Я вот этот момент сразу не стал делать, чтобы просмотреть простую, именно вот эту, простую рик, да? Следом, что делаем? Так, вот эту косточку, вот эти кости тоже, значит, delete. delete bomb. Так, оставляем. Так, ну, заднее вот это всё оставляем, бомбу оставляем. Короче, будем переделывать вот эти вот пушки и вот эти вот тоже пулемёты. Так, вот это что у нас? Я вот не помню. Вот эти две косточки, по-моему, тоже. Ну, короче, не нужны. Так, тройка на нампаде. И погнали. Теперь вот что делаем. Заходим в object mode. Вот, зашибись, всё. Отсоединилось. Так, пушки. Поднимаем. Тройка на нампаде R. Перекручиваем. Так, теперь находим снаряды. R. Опа, наааа. Ctrl Z зацепил всю банду. Так. Значит, G. Поднимаем. R. Тоже перекручиваем. G. Подставляем где-то вот сюда. Так, что нам ещё нужно сделать? Нам нужно выбрать теперь гирокоптер. Зайти в edit mode. И, значит, у гирокоптера отсоединить вот эти, значит, пулемёты. Как это делаем? Ставим на рентген. Так. Выбираем левой кнопкой мыши. Так, C. Английская. Можно всё это и поубирать. Так, правая кнопка мыши отключает. Теперь, что делаем? Смотрим, чтобы не зацепить именно вот эти вот полозья. Так, ну, вроде полозья не зацеплены. Единственное, так, вот здесь вот есть крепление. Да, это уже ползунки. Тройка на нампаде. Единка на нампаде, значит, C. Здесь ещё до выбираем. А вот здесь попробуем всё это дело подчистить. Так, вот ещё вершины не забираем. Не забываем. Так, всё. Аккуратненько, значит, подчищаем. Надо было сразу так сделать. Теперь, англеска P. Collection отсоединяем в Object Mode. Выбираем только пушки. Делаем им SHRD. Дублируем. Заходим в Edit Mode. Значит, выбираем одну пушку. Это, значит, Delete Vertex. Теперь Object Mode. Выбираем вот эти пушки. Edit Mode. Выбираем эту пушку. Delete Vertex. У нас осталось две пушки, но они отдельные. Для чего это нужно? Чтобы пушки, значит, у нас поднимались. Эту отводим вот сюда. Так, ну-ка, типа крепёж, пускай будет, да? Я надеюсь, его не будет так сильно заметно косяки. Пушка будет немножко приподниматься. это тоже отводим. Вот так. Есть такое дело. Давайте посмотрим, как вообще тут всё выглядит. Ну, нормально. Вот эти вот, типа, как крепежи остаются. у статилки, ну, при анимации всё это дело видно не будет. Главное, что общий вид у нас целый, а то, что там внутри, это без разницы. Но, чтобы потом делать анимацию, вот эти пушки, да, значит, делать. Так, пушки отделены. Хвост. Так, наряды отдельно. Так, что у нас тут? Они склеились. Это не есть хорошо. Так, что-то ещё к снарядам приклеилось. Снарядам приклеился один пушк, второй пушк, третий пушк, четвёртая пушка, пятая и шестая. Так, ладно. отделили. Пушки есть. Значит, теперь нужно отделить вот эти друг от друга. Это значит, сфд в сочетании клавиш дублируем. Заходим в Edit Mode. Ставим на рентген. Одну пушку, значит, Delete на клавиатуре вертекса. Заходим в Edit Mode. Выбираем ту, которую удалили. потому что здесь уже две, они цельные. Теперь, значит, Edit Mode. Теперь вот эту пушку удаляем. Delete вертексы. Object Mode. Всё нормально. Всё отделено. Что у нас остаётся? У нас остаётся значит, рик, который нужно переделать. Для чего? Потому что пушки мы отделили. Теперь, когда будет пушка с косточкой, здесь будет двигаться бока. Бока нам двигать не надо. мы делаем значит, выбираем рик, выбираем Edit Mode, выбираем косточку 6D, подсоединяем её вот к этому краю. Так, давайте вот к этому краю. Вот так. Можно даже пониже. И теперь делаем так. Сначала Alt и React Parent отсоединяем и делаем Shift Alt правая кнопка мыши Mirror xGlobal и подставляем на эту сторону. по губке это дело сделано. Теперь эти две косточки привязаны к нашей центральной Ctrl-P и Core Set нужно опять же добавить что? добавить пушки Shift D это будет 1 так значит R подставляем перекручиваем G находим сразу пушки будем сразу к ним подставляться так это значит пушка номер 1 так тройка на нам паде значит G подставляем ну должна попасть делаем ей S G чтобы она вылазила именно из нашей из нашего ствола надеюсь меня слышно сейчас уберу вдруг тут микрофон так теперь семерка на нам паде делаем Shift D G подставляем Shift D G подставляем к стволам так стволы упакованы перевязываем стволы значит какой косточки ну давайте вот к этой Ctrl P Keep Offset нет не к этой сейчас перевяжем единица нам паде значит делаем дубликат Shift D вот этой косточки поставляем ее на пушку вот сюда так мы ее будем потом крутить да будем ее потом крутить и значит тройка на нам паде в принципе она так и перекрутится по осям все это нормально и вот вот эти пушки вот эти пушки вяжем к этой кости Ctrl P и Pop Set чтобы они двигались потом именно за вот этим пулеметом так есть такое дело вот эти линии я не пойму привязаны но они перевяжутся должны наверное исчезнуть тут другая привязка идет так теперь нам понадобится что тройка на нам паде выбираем любую косточку Shift D дублируем Alt P Clear Parent отсоединяем и нам нужно значит что так это будет ну давайте каждой пушке каждой пушке поставим по косточке так делаем S уменьшаем G подставляем именно по центру тройка на нам паде чтобы крутить да теперь Shift D сочетание клавиш дублируем эту кость и выводим ее на эту пушку так эту косточку значит нужно немножко отредактировать подкрутить семерка на нам паде чтобы они стали поровнее так вот таким вот образом так единица на нам паде ну вроде попали да так теперь тройка на нам паде выбираем эти косточки и делаем R перекрутку зачем перекрутку чтобы со стволом они не связались вот с этим а то придется еще косточку на ствол ставить и вот эти две косточки так чуть-чуть еще G отрегулируем эти две кости вяжем вот к этой кости Ctrl P Keep Offset есть такое дело теперь нам понадобится еще семерка на нам паде значит Shift D дублируем кость перетаскиваем ее на наш снаряд так как он тут лег все в снаряд все дело попало все она привязана вот снаряд снаряд вяжем значит к самой пушке вот к этой косточке так эту к этой Ctrl P Keep Offset а эту потом привяжем к этой короче все дело перевяжем эти пулеметы к этим стволы пулеметы вот к этому так что еще тут чтобы не забыть в принципе все просто вот такая перевязка значит так вот это дело так погодьте вот это дело значит мы дублируем вот это дублируем здесь уже я подставил кости все Shift D Mira X Global переворачиваем и подставляем вот сюда вот как-то так а вот эту кость подставляем к этому пулемету так и надо их отцентровать потому что пулеметы будут потом крутиться и чтобы они ровно крутились кость должна быть вставлена ровно вот такая штука так подставляем регулируем так вот эту косточку к этому эту значит к этому потому что я неровно их выставлял поэтому по симметрии они не совпадают это понятно ну вот и все вот такая переработка и посмотрим как это все дело друг друга примет так значит что ой-ой-ой-ой-ой тут все перекрутилось в хлам значит выбираем наш гирокоптер кости Ctrl-P Widget Automatic Widget перевязываем так тройка на нампаде значит тут эти пушки делаем R G подводим к нашим костям которым мы будем потом все это дело заново привязывать видите сбилось надо сразу все это дело делать но не думал я что я буду так это все дело значит анимировать так ну и вот эти тоже косточки R G и они к ним уже прям привязаны вот дают так и что получается получается что у нас не хватает снарядов снаряды так снаряды значит вот они еще почему они так сбились так вот он снаряд еще это пушка да так сейчас надо будет искать еще один куда-то он запропастился так подгоняем подставляем косточки тройка на нампаде так надо сначала вот эти наверное H скрыть вот эти стволы значит подставляем G сюда тройка на нампаде R перекручиваем G подставляем к стволам ну смысле к костям и вот сюда их перекручиваем единицы на нампаде значит этот ствол R G так тот попал и вот эти опа Ctrl Z выбираем два ствола и перетаскиваем именно на их места так вот этот ствол R перекручиваем G подставляем тоже косточки так а этот ствол R G к этой кости так ну вроде бы попало так выравниваем единицы на нампаде смотрим так теперь у нас как говорится идет Alt H возвращаем все сами рассвет отключаем единицы на нампаде нужно так вот здесь я теперь зацеплю персонажа да это значит H сначала вяжем бомбы а потом будем уже стволы так это значит Ctrl P это бомб теперь заходим в Object Mode выбираем бомбу ну в смысле наш пулемет через сф левой кнопкой мыши косточки Post Mode выбираем кость Ctrl P бомб есть такое дело теперь нам надо настроить вот эти пушки выбираем одну пушку выбираем кости Post Mode вяжем значит к этой кости вот к этой Ctrl P встание клавиш Ctrl Z что происходит значит нужно выбрать вот эту пушку Alt P Clear Parent ее отсоединить Alt P Clear Parent ее отсоединить в Object Mode теперь тройка на нам пади R подставляем пушки заново так центруем выбираем одну пушку выбираем кости Post Mode и к этой кости Ctrl Z Ctrl P будем привязываем пушки привязаны заходим в Object Mode почему один снаряд я не могу понять куда делся второй так а второй вот они внизу так единица тройка на нам пади Alt P Clear Parent вот такая штука получилась разлет делаем R G подставляем снаряд этот снаряд я не знаю где был по барабану будет значит здесь вот так вот эти тоже Alt P Clear Parent все они отсоединились зачем так делать потому что ну они были привязаны значит к другим костям и вот такая получилась свистоплясия сейчас он все привязано к пивоту поэтому все так крутится если привяжем в Object Mode с этой резин к 3D геометрии вот этот наш гаврик то он привяжется значит к ним и крутить будет проще так а теперь где наши пушки одна пушка вторая пушка сейчас будем искать третью значит G R перекручиваем Alt P Clear Parent еще на всякий случай вдруг не отсоединились вот отсоединились так семерка на нам пазе R перекручиваем G подгоняем косточки эту значит G подгоняем косточки сейчас будем корректировать и вот он нашелся Alt P Clear Parent еще один наш пулемет что-то он где-то давайте эту режим 3D геометрия а теперь ищем вот он наш значит Move который поможет нам перекрутить нашу вот эту пушку и G поставить ее косточки так это значит G к этой косточке это G к этой это G к этой смотрим чтобы точно все попало пусть даже не совсем весом назначится но чтобы более-менее так сказать в одном направлении они были так ну вот эту косточку тоже тройка на нам паре немножко R ну а это вроде попало четко ну вот теперь долгий процесс опять вот это все дело вязать по новой ctrl пить boom заходим в object mode и повторяем все это дело неоднократно все есть раз и и на налоги Продолжение следует... Так, и по прошлому ролику значит... О! Не понял. Я же эти откреплял. Так, а эти хоть на месте? Ну да. И так, значит, G эти сюда. Кройка на нампаде. R перекручиваем. Опять назад их подставляем. R перекручиваем. И назад подставляем. Так, значит, это к этой косточке. Это к этой. Это к этой. Тройка на нампаде. Значит, это G. Семёвка на нампаде. G. Нужно теперь их тут подгадать. Так, к единице на нампаде значит R. Что с этим стволом, значит, он тоже привязан. Мы погнали. Так, перевязывайте вот что-то к этому. Всё, на месте теперь. Так, что у нас с анимацией? Анимация крутится. Объект мод. Находим наши косточки. И заходим в постмог. Надо всё теперь это укомплектовать. Так, я бомбу привязал. А ну-ка проверяем. Да, привязаны бомбы. Так. Так, ушёл на крепёж. Ну, нормально. Попробуем. 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 Так, почему... Почему-то кость тянет ту кость. Ctrl-Z, заходим в Edit Mode и значит вот эти косточки, вот эти кости вяжем, ну правильно, к этой Ctrl-P привязаны. Так, ента-бомба привязана, та привязана, так, а это? Ну давайте ее удалим, раз она выкаблучивается, выберем Shift-D другую косточку и эту кость значит Alt-P Clear Parent и привяжем, давайте к этой кости, Ctrl-P, Tip of Set и вот эту кость привяжем к этой кости, Ctrl-P, Tip of Set, перевяжем словом. Так, теперь Post Mode, так нет, Object Mode, эту значит Alt-P Clear Parent, пушку, все соединили и теперь выбираем пушку кости, Post Mode, кость выбираем, Ctrl-P, Boom, заходим в Object Mode, выбираем кости, так, ага, пардоните, еще что я не сделал, нам надо вот это все, так, вот эти три пушки перевязать теперь к этой кости, Ctrl-P, и Пол-Set, так, эти пушки вязаные, так, эти пушки вязаные, Post Mode, Joe едно. Пусть вязанная ст깃ку, два по два пула во дверь, нам нужно вот эту, Почему она её тянет? Я же их отделил. Так, 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 так. Edit Mode, значит, выбираем эту косточку, значит, Delete Bon, тройка на NumPad. Выбираем эту кость, Shift D, Mira X Global. Подставим к этой, ладно, попробуем. Теперь, значит, опять же эти бомбы перевязываем к этой кости. Ctrl-P, Triple Set. Так, это к этой Ctrl-P привязано, не должна тянуть. Почему она толкает эту? Так, Alt-P, Clear Parent, назад её. Выбираем кости, AusMod, Ctrl-P, Bon. Так, Alt-P, Clear Parent. Так, Alt-P, Clear Parent. Так, Alt-P, Clear Parent. Edit Mode, эту кость, значит, Delete Bon. А эту косточку, Shift D, правая кнопка мыши, Mira X Global. Так, это, значит, вяжем к этой Ctrl-P. Привязано всё нормально. Перевязываем опять, значит, наши бомбы. Ctrl-P, Triple Set. А эти бомбы перевязываем к этой Ctrl-P. Они привязаны. Так, это хорошо. Это привязано сюда, та сюда. Полусмод. Всё нормально, значит, эту пулемёту, значит, ставим вот сюда. Так, а эту я не перевязал. Так. 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 Тройка на нампаде. Ставим, значит, наши вот эти пушки на их место. Так. Так. Надеюсь, попадут они. Так. Чуть-чуть подальше. Чуть-чуть вбок. Так. Этот снаряд. Тройка на нампаде идёт G. В этот ствол. В этот ствол. Так. А этот снаряд идёт в этот ствол. Так. Так. Ну и самое долгое. Давайте. Давайте теперь пушки повставляем. По-моему, будет два ролика ещё. Всё. Вот этот и ещё следующий. Так. 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 Выбираем пушку. Тройка на нампаде. Засаживаем. Так. Засаживаем. И чуть-чуть, значит, можно приподнять. Угу. Выбираем. Выбираем ещё один фулемёт. Так. Тройка на нампаде. Засандариваем его тоже сюда. Так. Это значит, пониже. а это значит повыше наверное немножко его перекрутить вот ну нормально только так получается что раз у меня бог здесь обрезан полный оборот значит пулемет совершать не будет он должен как бы тоже перекрутиться я буду на половину так щелчок делать а крутиться будет начать вот эти стволы и и чтобы стволы эти крутились они будут с пушкой перекручиваться хотя должны сами значит еще косточку надо доедить твое ладно сейчас разберемся значит тройка на нампаде делаем G вот эти вот все кости вот эти все кости надо привязать еще к одной кости так это значит единица на нампаде значит это G это сразу G и зафандалим их все три разом вот так вот так надо было сделать а я маялся значит это пулемет смотрим как это все дело тут стало опа 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 ну не беда да это значит G и как говорится все попало почти когда вот эту пушку вот эту вот раз чуть другое место это чуть тоже отодвинуть ну вроде как прикольно так опа на гости а ну правильно нам теперь нужно пропеллер перевязать обжиг мод выбираем наш пропеллер картинкой а лучше только пропеллер так выбираем кости заходим посмотрим и перевязываем вот к этой носовой control пи бомб так для чего это делается а для того чтобы вот этот нос вот этот нос тоже крутился так как это будет выглядит ну смотрите будет тряска такая так нет он так не должен быть да значит нужно его отвязать ну да заходим в edit mode и вот эту козь значит alt пи clear parent g подставляем вот сюда а эту косточку тогда центральную уменьшаем и вот эти кости тоже уменьшаем чтобы они не мешали носу крутиться заходим в лоджик мод выбираем такая привязала и вот эту вот эту кость контрол пи и попсет заходим в лоджик мод выбираем наш агрегат контрол пи бомб перевязываем все это дело так так семерка на нампаде промпеллер чуть-чуть нужно не понял а он уже привязан и значит пропеллер выбираем подставляем поближе сюда так смотрим пропеллер крутится так картинку вот эту вяжем к пропеллеру контрол пи object все крутилка пошла кривовато все правильно так и должно быть чуть-чуть поправим все как мультфильм ну в смысле в этом в доке поближе поглубже и проверить хочу как будет крутиться сразу вот эта кость почему она двигает именно крылья не пойму должна перекручиваться только вот эта часть крылья не должны трогаться не беда контрол z смотрим что можно сделать выбираем наш агрегат вот этот единица на нампаде тройка на нампаде заходим в edit mode ставим рентген и отсобачиваем наш нос и select object mode alt p clear parent и вяжем его кости вот к этой так это значит post mode ctrl ctrl p выбираем косточку значит r все равно он за собой тянет почему ctrl z все понятно заходим в декор выбираем наш нос нос выводим вперед косточку вот эту вот эту кость значит g выводим на наш агрегат так тройка на нампаде значит r перекручиваем почему-то у нее двойная привязка какая-то идет это значит alt p clear parent и подставляем где-то в центру делаем с пусть кость будет побольше чтоб видна была и чтобы в центру именно так единица на нампаде r а а а вон о чем и устраняем косяк значит это g уменьшаем перекручиваем g уводим вот сюда косточку так от этой косточки выводим е все это дело значит вот сюда и пробуем значит я не пойму что с ним не так так какая это кость тоже как-то не оцентрованные они что ли так а если кость вот эту delete бон а из этой вытащить еще одну косточку эту подкорректировать вот так где-то поставить и получается если я выбираю вот эту кость единицы нам пади ну вот теперь крутиться будет ctrl z а эту кость вяжем тогда правильно в центральной ctrl p keep set так выбираем гирокоптер выбираем кости ctrl p это значит выт автоматик выт перевязываем так это значит edit mode и вот эти кости подальше значит вытаскиваем обжиг мод то идите то не хотят а к ней еще пропеллер прикручен поэтому поэтому ну не беда а че подставляем ее да нет не получится а alt p clear parent а вот теперь получится и это значит вот сюда кости кости выбираем пост выбираем вот эту кость ctrl p это значит бом не понял ни хрена я почему она выкобучивается эта кость я же в пост мод она не прилепилась вот ладно захожу в лук вот и подставляю назад захожу убираю кости если сейчас выбрать вот эти косточки эта кость по любосу тянет за собой почему-то агрегат ctrl z как она достала так это значит edit mode вот эти кости значит delete бом вытягиваем новую кость тогда e alt p clear parent вставим ее вот сюда делаем ей s g и от нее вытаскиваем еще одну кость так а alt p clear parent все нормально теперь выбираем кости вот эти edit mode значит вот эту кость вяжем давайте ее привяжем так любой какой нибудь этой ctrl p типа offset без разницы заходим значит опять же object mode выбираем закрепляем пост мод вяжем этой кости ctrl p boom получается если сейчас тройка на нампаде все вот двигатель крутится сам ctrl z тройка на нампаде кости выбираем и подставляем к нашему гирокоптеру так теперь object mode выбираем вентилятор ос мод и вяжем к этой кости так а мы же ее крутить будем тогда не к этой кости пусть будет привязан вот к этой кости ctrl p boom так смотрим все крутится все работает теперь значит если мы захотим покрутить вот этот двигатель то мы его можем крутить слегка он больше не нужен ctrl z так не понял я что у нас происходит в этой дудой о почему так происходит потому что косточки уже были привязаны и вот когда вы начинаете перевязывать получается вот эти привязки они как бы память этого агрегата и значит давайте его подставим назад не хочет пулемет воевать воевать он как то как Продолжение следует... Так, и эти почему-то сбились, потому что я Костю их доставал, и получается, что подбивались пулеметы. Так, и вот нужно теперь еще проверить, что... Есть у нас основная кость. Если мы сейчас попробуем покрутить ее... Один пушк не привязан. Заходим в Edit Mode и находим эту пушк. Надеть пушк. Так, вот она. Эта пушка не хочет ввязаться. Ctrl-P и Popset. Popset. Так, проверяем. Если сейчас... Мы будем... Опа-на! Куда она опять ускакала? Я ее туда и прощу новую закинуть. Продолжение следует... пойдет ладно так теперь где кость главная о можно теперь пулеметы чуть-чуть перекрутить как бы приподнять там как-то покрутить их вообще-то она должна двигаться вверх-вниз все теперь в следующем ролике попробуем сделать анимацию от этого гирокоптера и будет все интересно наверное все всем пока до свидания